Новое мистическое видео на канале Татьяны Вайсер. Калека. Из воспоминаний одной моей родственницы. В 10 лет с подружкой моей Зиной случилось несчастье. Пошли мы с ней как-то в деревенский клуб смотреть киношку. Какую, уже и не помню за давностью времён. Сидим, значит, смеёмся, семечки лузгаем. Да на мальчишек местных косимся и глазками стреляем. Они у нас очень симпатичные, даже в темноте. И вдруг Зинка чувствует, что по её ноге кто-то быстро-быстро ползёт, перебирая омерзительно холодными лапками. Она как заорёт, завяжет на весь зал, ноги под себя поджала и кричит. «Мышь!» Да в такой позе навсегда и осталось. Какие только экзекуции врачи на дне не проводили, какими пилюлями не подчевали, всё бесполезно. Ноги не выпрямились. И стала Зина инвалидкой в 10 лет. Ходит, как утка на кривых ножках. И зад в сторону оттопыривается. Сами знаете наших пацанов. Чужое горе для них радость. Чужой порог для них забава. И стали они Зинку изводить изо дня в день. Как увидят хромоножку, налетают стаей. И позаду её, позаду. Кто ногой, кто рукой, а кто и футбольным мячиком. Стоит ли удивляться тому, что через некоторое время характер девочки изменился не в лучшую сторону. Стала она подозрительной и колючей, как ёжик. При виде пацанов закусит губу и с кулаками на них бросается. Бывало, в кровь её и забьют. Все пальцы переломают, а она всё равно не отступит. Плачет и дерётся. Ну, понятно, возненавидели её пацаны. Закрутой нрав. А в душе она оставалась всё той же доброй, мягкой, но очень одинокой и затравленной девочкой. Уж мне это было известно, как никому другому. И вот однажды пацаны решили то ли разыграть её, то ли отомстить. Уж не знаю. Подходит к ней один и так по-доброму говорит. Слышь, давай дружить. А та и растаяла, думает, всё взаправду. Мы сегодня ночью с пацанами на кладбище идём. Там могилу раскопали для деда Вани. Так знаешь, говорят, что она по ночам светится. Вот мы и хотим проверить, правда это или нет. Айда с нами. Но Зина наивная душа согласилась. Кое-как ночью из окна выкарабкалась, да с ребятами на кладбище и пошла. А они добрые такие, вежливые, обходительные. Чуть ли не на руках Зинку к могиле принесли. Заглянула она туда страшно темно и воняет чем-то омерзительно. Но всё же ерунда, если рядом друзья, ведь так? Пока она глазки в могильную темноту таращила, пытаясь разглядеть загадочный свет, один из друзей пнул её по оттопыриному заду. И полетела она на дно могилы под весёлое ржание и улюлюканье пацанов. Плюхнулась Зина на самое дно. Хорошо, что вода там была. Так отделалась с лёгким испугом. Вскочила на ноги. Мальчишек умоляет. Просит не оставлять её тут одну. Вытащите меня. Да куда уж там. Тех уж и след давно простыл. Заскулила Зина, как брошенный щенок. Пыталась выкарабкаться. Да не получается выкарабкаться. Соскальзывает и вновь в грязную воду падает. А кричать боязно. Раньше в деревнях детей покойниками запугивали. Вот и Зинка побоялась их криками своими растревожить. Рот зажала себе, чтобы судорожные всхлипывания по кладбищу не разносились. Да и стоит в могиле тихо, как мышка. Стояла, стояла и слышит шаги рядом. Сначала радость обуяла. Подумала, что пацаны за ней вернулись. Но затем поняла. Не пацаны это вовсе. Голоса тихие, мужские. Девочка прижалась к стенке могилы. Аж прямо вросла туда. Стоит, почти не дышит. Чуть живая от страха и беспомощности. А те подошли близко-близко. К самому краю. Даже дыхание слышно. Зина остановились. Молчат. Вечность, кажется, прошла, пока один из них произнес. Хватит ей мучиться. Забирай с собой. Нет, ей рано. Ее срок четырнадцать. И ушли. А Зина долго еще стояла, обливаясь холодным потом и прижимаясь к стенке могилы. Пока не почувствовала, как что-то острое больно упирается ей в спину. Провела рукой и нащупала торчащий корень. Ухватилась за него, да и вылезла. А наутро мне все рассказала. Прошло четыре года. Ноги у Зины внезапно стали сохнуть. А вскоре сухота перекинулась на тело. Сгорела она быстро, за несколько недель. На тот момент ей было четырнадцать лет. Вот получается, какой срок девочки был отпущен. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. И подпишитесь на канал, если хотите не пропускать новые интересные мистические истории от Татьяны Вайсер. Благодарю за просмотр.